Всем привет! Это Универньюз и в студии Верняковская Алина. Сегодня я расскажу вам самые актуальные новости из жизни нашего университета. 11 октября в Институте филологии и межкультурной коммуникации КФУ имени Толстого состоялась встреча и презентация новых книг народного поэта Республики Татарстан Роберта Минулина. Подробности в нашем сюжете. Торжественная встреча с татарским поэтом прошла в рамках международной конференции литературы и культуры тюркских народов. В КФУ данная конференция проводится шестой раз. Сегодня в честь своего юбилея Роберт Минулин представал две новые книги. Как мы успели выяснить, эти книги были переведены на множество языков. Не говоря уже о том, что его творчество облетело множество стран. Его произведения переведены на очень многие языки. На языки народов Поволжья, на русский язык, на белорусский, украинский. И очень важно, что несколько книг переведены уже на языки народов, родственных народов. Конференция собрала более ста человек. Также на презентацию пришли представители творчества Роберта Минулина. Вся книга состоит из 140 стихотворений, из них 70 на татарском, 70 на азербайджанском языке. Потому что я договорюсь с Робертом, говорю, у тебя 70 лет, давай 70 сделаем с каждого языка. Он согласится. Сам поэт горд за проделанную работу. Зуфар Галимов, Регина Сибульна, Ленар Довлесьяров, Универньюз. Наравне с такими крупнейшими музеями, как Эрмитаж, Лувр, а также Музеи истории и религии Санкт-Петербурга, КФУ принимает участие в реализации крупнейшего проекта, с подробностями которого вас познакомит Аделя Шамилова. Казанский федеральный университет принимает участие в реализации мощного проекта, имеющего огромную культурную просветительскую функцию. Он называется «Культурное наследие Узбекистана». Проект является многотомным изданием, коллекции которого воспроизводят в различных музеях мира. Тома, которые рассказывают об узбекской культуре и быте, уже изданы в Эрмитаже, Музее истории и религии Санкт-Петербурга, Лувре, Музеях Германии и многих других. Теперь Казанский федеральный университет планирует представить аналогичный том, посвященный наследию Узбекистана. Как нам рассказала директор Музея истории КФУ, университету уже поступило предложение продемонстрировать коллекции на данную тематику. Увидеть их можно в музеях Казанского федерального. В результате реализации этого проекта выйдут, там выходят тома. В данном случае я держу том Музея Востока. Они очень красиво иллюстрированы. Они содержат статьи. Они содержат подробную информацию про экспонаты. Сейчас издано уже около 10 томов этого проекта. И один из томов будет посвящен тем экспонатам, которые находятся в коллекции музеев Казанского университета. В одном из старейших музеев КФУ, этнографическом, основанном как кабинет редкости в 1815 году, также можно познакомиться с экспонатами среднеазиатской культуры и быта. Есть среди них предметы и узбекской коллекции. На протяжении этих двух лет сотрудники музея принимали участие в международных форумах, которые посвящены культурному наследию Узбекистана. Был произведен подбор экспонатов из узбекской коллекции и собрания этнографического и археологического музеев. Так, из собрания этнографического музея было выявлено около 100 предметов декоративно-прикладного искусства, предметов быта. Экспонаты, напоминающие о культурном наследии Узбекистана, также можно встретить в археологическом музее КФУ. Здесь представлена еще одна значительная среднеазиатская коллекция. Она насчитывает около 200 экспонатов. Директор музея истории Казанского университета выразила надежду на то, что благодаря объединенным усилиям музеев ВУЗа в ближайшее время выйдет новый том, посвященный культурному наследию Узбекистана. Мы очень надеемся, что том, посвященный культурному наследию Узбекистана, в коллекциях Казанского университета, археологический музей, этнографический музей, коллекция «Отдел рук» без редких книг, он выйдет, и мы сможем увидеть это замечательное издание. Аделя Шамилова, Владимир Нелюбин, Универ Ньюс. Госалкогольинспекция провела встречу со студентами Елабужского института КФУ. Что послужило поводом, расскажет наш корреспондент. Особенно продуктивной выдалась минувшая среда для студентов юридического факультета Елабужского института КФУ. Перед ребятами выступили сотрудники Госалкогольинспекции Республики Татарстан. Будущие юристы узнали о работе организации в спектре рассматриваемых ею вопросов. Второй блок встречи был посвящен защите прав потребителей. Студенты упражнялись в решении предметно-ориентированных задач, узнали о правилах обмена и возврата товаров и других нюансах, существующих в сфере торговли. В завершении образовательной программы студенты сыграли в деловую игру, а отличившиеся получили сувениры от организаторов. Аделья Шамилова, Сирена Иванова, Айдар Нурмиев, Универ-Ньюс. Уже 29 октября в Казанском федеральном университете стартует детский лагерь по робототехнике. О том, что интересного ждет школьников, смотри в следующем сюжете. Для всех, кто давно мечтает запрограммировать своего собственного робота, в Казанском федеральном университете откроется лагерь по робототехнике для детей с 11 до 17 лет. Высшая школа информационных технологий и интеллектуальных систем КФУ совместно с лабораторией робототехники и промышленного дизайна «Роболэнд» открывает набор в детский лагерь на время осенних каникул. Смена пройдет с 29 октября по 3 ноября. Подход нужен к ним как к детям, то есть внимательный, деликатный и в то же время требовательный. В течение шести дней школьники посетят занятия по программированию. Для них предусмотрено два уровня сложности – начальный и продвинутый – в зависимости от уровня подготовки участников. Для начинающих мы подготовили занятия, связанные с введением в язык питон, с изучением основных алгоритмических конструкций и структур данных. Занятия по программированию для продолжающих включают в себя изучение библиотек машинного зрения OpenCV для языка питон. Для ребят также пройдут занятия по мобильной робототехнике на языке пайтон. Помимо образовательной программы для детей предусмотрена проектная изобретательная игра, а также экскурсии. Мы планируем экскурсии в Казанский Кремль, в зоологические музеи университета, в палеонтологические музеи вместе с квестом. Это очень интересная экскурсия. Ждут ребят. По итогам окончания смены всем участникам будет выдан сертификат Казанского федерального университета. Анна Глазунова, Леонард Валетьяров, Универньюз. Бытует мнение, что лапша быстрого приготовления очень вредна. Так ли это, разбирались ученые. Подробнее в нашем сюжете. Употребление быстро растворимой лапши в умеренных количествах не приносит человеку вреда. Ученые Сибирского государственного университета науки и технологий имени Решетнева проанализировали состав Доширака. В статье отмечается, что лапшу готовят из компонентов, которые не являются полезными, однако не приносят вреда здоровому организму. Если брать саму лапшу, то это углеводы, то есть вред не больше, грубо говоря, чем от обычных макаронов или чего-то. Ну а что касается специй, которые там в пакетике, ну там единственная, в чем может быть проблема, это недостаточно очищенное пальмовое масло, именно недостаточно очищенное. Проблемой постоянного употребления таких продуктов может стать недостаток белков и жиров. Чисто психологическая иллюзия приправы, они активируют рецепторы, которые отвечают за вкус белка, за вкус мяса. У нас создается фальшивая иллюзия того, что мы мясо поили, но идея в том, что, в общем-то, белки нам необходимы для нормального роста и для нормального, скажем так, здоровья. Поэтому, да, естественно, какой-то белок первичный или вторичный нужно получать. Также существует убеждение, что входящий в состав глутамат натрия представляет серьезную опасность для организма. В зрелых помидорах глутамата натрия на порядок выше, раз в 10-15, чем в любой приправе. Его токсичность в три раза ниже токсичность поваренной соли. Ну то есть для того, чтобы получить острое отравление глутаматом натрия, надо его съесть в три раза больше, чем на обычной поваренной пищевой, вернее, как она теперь будет называться, соли. Артем Тупичкин, Универньюз. На этом все. Следи за нами в социальных сетях и не пропускай наши выпуски. До встречи на Универ ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok